На сегодняшний день уже никого не удивить тем, что в той или иной компании присутствует собственный центр обработки данных. Что это такое, знают лишь немногие работники этой организации. Но в действительности же такое оборудование требуется любому бизнесу, который хочет добиться реальной стабильности. Другими словами, если возникает реальная потребность в том, чтобы обеспечить бесперебойную, масштабируемую и управляемую работу компании, когда от IT-инфраструктуры непосредственно зависит стабильность работы, используется центр обработки данных. На одном из таких объектов компании «Ростелеком» побывала и наша телерадиокомпания «Альтекс.Медиа». Центр обработки данных, в котором вы сегодня побывали, хранит всю информацию о пользователях портала государственных услуг. Хочу напомнить, что 15 декабря отмечается восьмилетие портала государственных услуг Российской Федерации. На территории Свердловской области проживает 1 миллион 800 тысяч электронных граждан. Это те люди, которые пользуются порталом государственных услуг, зарегистрированы на нем и получают услуги удаленно, не приходя в ведомство, не тратя время на очереди, на оплату услуг через банк или почту. И все данные, учетные данные этих пользователей хранятся именно в этом центре обработки данных. Но важно отметить, что это центр обработки данных единственный на Урале и в Пермском крае, который обеспечивает работу портала. Добавим, что этот центр является самым технологичным и надежным среди всех существующих на Среднем Урале. На случай аварии, перебоев электроэнергии, организовано стопроцентное резервирование всех систем, включая электроснабжение, которое имеет три независимых ввода. Иными словами, три степени защиты. Кроме этого, емкость хранения данных просто огромна. Подробнее об этом поделилась Олеся Иванова, пресс-секретарь Екатеринбургского филиала компании «Паурус Телеком». Его емкость около полутора тысяч терабайт. И все контракты государственные на обеспечение видеонаблюдения за единым государственным экзаменом, обеспечение видеонаблюдения за выборами, все хранится и обрабатывается именно в этом центре обработки данных. Помещение специально организовано так, чтобы ему не угрожала ни пожарная тревога, скажем так, ни пожары, ни затопления. Это, можно сказать, специальный бункер в помещении, который защищен противопожарной сигнализацией, газовой защитой от возникновения пожара. Также стены его специально защищены от подтоплений и возможных угроз со стороны движений почвогрунта, например. Оборудование ЦОДа работает только в специальных условиях. Поддерживается определенный уровень влажности от 40 до 60%. Стойки с оборудованием установлены таким образом, что чередуется горячий и холодный воздух. Поэтому они не перегреваются, а воздух постоянно циркулируется по кругу. Таким образом происходит его постоянный круговорот. На площадке данного ЦОДа также размещены серверы Министерства здравоохранения Свердловской области и 60 коммерческих клиентов. Самые крупные из них – Internet Pro, NetAngels и Google.